Диспетчер вызвал дизель-генератор. В АХАС собирается машинист, выезжает на место. На столе макет электросети с абонентами и трансформаторами. Все как в реальной жизни, только в уменьшенном формате. На занятиях кружка школа юного энергетика ребята из 10-го Одинцовского лицея стали участниками противоаварийной тренировки, близкой к настоящим учениям. Смысл кружка в том, что дети, те знания, которые они получают на занятиях по физике, по математике, здесь мы их материализуем. Нормальный восьмиклассник, у него уже на вооружении есть и по физике, и по математике, и знания, которые можно применить в таких тренировках. Мы сначала их рассчитали, используя их знания, потом это все собрали, спаяли. Интерес к горящим лампам и работающим электроприборам Кирилл проявлял с детства. Из всех направлений кружка юный энергетик выбрал профессию электромонтера. Развиваться в этой сфере планируют и дальше, признается школьник. Мы думаем еще сделать третий макет трансформаторной подстанции и потом выставить это на научно-практическую конференцию. Действия диспетчера или машиниста дизельной электростанции тоже интересны юным электрикам. Ребята получают большой опыт, когда отрабатывают практические действия на макете. Порядка двух недель с Александром Анатольевичем мы разрабатывали программу противоаварийной тренировки, чтобы с представителями школы юного энергетика отработать практические действия оперативно-выездных бригад, оперативно-диспетчерского персонала. Кружок школы юного энергетика планирует проведение более масштабных тренировок. В следующий раз ребята увеличат количество потребителей на макете сети с использованием обратной трансформации. Екатерина Крамар, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.